Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и это Академия Счастья. Сегодняшнее видео об улучшении качества жизни. Я расскажу о том, почему важно иметь ценные знания, то есть ключевую информацию, и почему важно делиться ей. Сейчас популярна такая профессия, как блогер. То есть, по сути, это люди, которые являются активистами в медиапространстве и делятся полезной и важной информацией. Да, конечно, есть блогеры, которые просто там озвучивают какие-то шутки, приколы и тому подобное. Есть много и таких. Но есть и блогеры, которые занимаются, дают людям информацию, которая действительно является для них очень важной и ключевой. Это информация о жизни, о питании, о том, как заниматься духовными практиками. И эта информация дает возможность каждому человеку действительно понять, кто он, куда он идет, каковы его цели. И понять, как устроена жизнь на этой игровой площадке. Поэтому, друзья, очень важно отличать ключевые данные от какой-то совсем ненужной информации. То есть, о такой требухе очень полно вокруг нас. Это все, что там говорят в новостях, вот эти все слухи, сплетни, разговоры о политике, погоды. Это все, скажем так, ненужная информация. А ключевой информацией будет та информация, которая действительно даст возможность каждому из вас понять свои собственные цели и как справляться, как их достигать. Вот. Но для начала, конечно же, нужно понять, кто вы такой. Когда с помощью духовной практики вы осознаете, что вы действительно являетесь духовным существом, осознанием, которое живет и бессмертно, то есть, которое даже не знает такое слово, как смерть, и что можно жить вечно, вот тогда вы начнете задавать совершенно другие вопросы. Какие могут быть цели у бессмертного существа? Конечно же, они не ограничиваются одним воплощением и одной жизнью. Они глобальны. Они могут быть такими, как действительно, например, поднять свой уровень в играх, да, то есть, что сделать для того, чтобы мое состояние всегда оставалось осознанным. Или как сделать так, чтобы каждое духовное существо тоже играло в эту интересную игру с полной осознанностью. Вот. Могут быть и другие цели, но это, конечно же, не будет цель, там, как, там, обсудить сплетни какие-то с ближайшей подругой, или как, там, вечером сгонять в клуб, там, и забухать, там. То есть, это будет совершенно другие. Это даже не о политике, не о том, как спасать свою страну от агрессии какой-то другой страны. И это все вымышленные цели. Они специально внедряются для того, чтобы затуманить разум людей. И все эти новости, так называемые, они дают возможность только сделать так, чтобы человек, ну, скажем так, пришел в пониженное состояние осознанности, начал бояться, переживать и так далее. Переживать за себя, за близких, за родных, за своих друзей. Вот. А когда человек имеет ключевые данные, то есть, он понимает, кто он, каковы его цели, как он может достигать этих целей, и он делится этими ключевыми данными со своими родными, близкими, вот это действительно помогает в улучшении жизни. И, конечно же, ежедневная практика. То есть, практика по улучшению своего состояния, по увеличению осознанности, эта практика может быть разной. Я, например, занимаюсь процессингом счастья, кто-то занимается медитацией, йогой или какими-то другими техниками, психотерапией, например. Самое главное, это то, что это очищает сознание и повышает уровень осознанности. И я планирую в ближайшее время начать курс, который помогает обучиться основам жизни, и начну с того, как справляться с подавленностью, как справляться с депрессией, как повышать свой уровень осознанности, как выбирать своих людей, исходя из действительно ключевых данных. Поэтому, друзья, кто хочет узнать больше об этом курсе, пишите в комментариях. Будут мои ссылки на соцсети, добавляйтесь в соцсетях, друзья. И, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы знать о новых видео. И отметку «Нравится», если это видео вам действительно было полезным, поделитесь им с вашими близкими и друзьями. На этом на сегодня все. Вам чудесного дня и всего самого наилучшего!